Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел поразмышлять над притчей о злых виноградарях. Очень много притч сказано Спасителям в Евангелии. В основном они обращены к людям, и люди фигурируют в этих притчах. Есть о добрых людях притчи, например, о добром саморенении. Есть притча о верных или неверных, там, о неверном домоуправителе, или вот о злых виноградарях в данном случае. Эта притча была сказана перед своими страданиями, это дни Страстной Седмицы, самые последние дни жизни Христа Спасителя, именно земной жизни. И притча перекликается со словами пророка Исаии, сказанными в пятой главе, если кому интересно, можете почитать, пятая глава пророка Исаии. Там также речь идет о винограднике, который высаживает Бог. Он ограждает этот виноградник оградой, он ставит там башню для того, чтобы можно было смотреть, чтобы никто ничего не украл, и ждет плодов. Но виноградник приносит дикие плоды. Это у пророка Исаии. В данном случае Спаситель, он немножко смещает акценты, и основной акцент – это обличение книжников, фарисеев, старейшин, которые были рядом с ним, слушали эту притчу. То есть, таких религиозных руководителей народа израильского. Притча звучит следующим образом. Основная смысловая нить ее – это то, что хозяин виноградника, он ограждает виноградник оградой, он ставит там башню, он ставит там точило. Это то место, где давят сок, давит виноград и делает сок или вино. И далее отдает виноградник виноградарям и ждет от них плодов определенное время, определенные сроки. Но этих плодов нет. Он посылает одних слуг, других, третьих, но одних слуг бьют камнями, кого-то даже убивают. И тогда хозяин виноградника, он говорит о том, что пошлю сына моего, устойтятся сына моего наследника. Они говорят, смотрите, идет наследник, давайте убьем его, и все будет наше. Тогда спрашивает Господь, что сделает хозяин виноградника с этими виноградарями. И те люди, которые огружали его, они отвечают, что злых виноградарей придаст злой смерть, а виноградник отдаст другим виноградарям. И так как эта притча в основном была обращена к старейшинам народа израильского, то они, отвечая таким образом, может быть, не понимая, увлекшись как бы логикой самой притчи, сюжетной линии самой притчи, вот они выносят приговор сами себе, что действительно придет наказание. Не бывает так, чтобы человек творил грехи всю жизнь и не пришло наказание. Не бывает так, чтобы человек препятствовал Богу в течение всей своей жизни, и чтобы это осталось бесследно. Прежде всего, человек наказывает сам себя, и Бог отступает от такого человека. И здесь также в этой притче можно поразмышлять о том, что речь идет и о наказании, которое грядет. И Господь отвечает прямо далее о том, что отнимется от вас Царствие Небесное. Именно для того, чтобы открыть врата Небесного Царствия, пришел Господь в этот мир и распялся здесь, и воскрес, и победил смерть для того, чтобы открыть эти самые врата Небесного Царствия. Но не все могут войти в это Небесное Царствие. О чем же говорит нам притча? Немножко разберем ее. Итак, хозяин виноградника, он насадил виноградник. Он обнес его оградой. Это очень важный символ, который есть и у пророков. Вот именно ограда, граница. И здесь Господь неспроста говорит о том, что то, что насадил Бог, везде есть определенные ограды. Везде есть люди, взятые в его дел. Есть как бы и мы, и они. Вот неспроста же сказаны слова о том, что я принес принести не мир, но меч. И сложные для понимания слова, но во многом они говорят о том, что да, в мире, в котором мы живем, который лежит во зле, который возлюбил тьму более нежели свет, как говорит нам Евангелие Туана, действительно есть люди, которые живут с Богом, а есть люди, которые живут во тьме. Они не просвещены светом божественным. Они, может быть, и сознательно противятся Богу и не приносят Ему те плоды, которые хотел бы от них взять Бог. Ведь мы живем в этом мире для того, чтобы приносить плоды. Очень часто Господь говорит об этом в текстах Священного Писания. Например, притча о принесении, притча о талантах, притча о сеятеле. Там всякое древо, не приносящее плода, срубает и бросает в огонь. И многие-многие другие тексты, они говорят о том, что Бог не просто хочет, чтобы мы жили в этом мире и, так сказать, никому никакого зла не делали, а чтобы мы не просто не делали зла, а делали добро, чтобы мы приносили плод, плод Духа Святаго. О плодах Духа во многом говорит и апостол Павел, и другие тексты Священного Писания, что когда человек находится в Духе Святом, вот он и приносит плоды. Плоды веры, плоды любви, когда есть доброта, милосердие, долготерпение, кротость, воздержание, когда есть желание служить Богу и людям, вот есть в нас вот этот стержень, вот эта энергия, тогда и мы приносим Богу плоды, именно этого хочет от нас Господь, чтобы мы служили Богу здесь, были на земле Его глазами, Его сердцем, Его руками. Так вот, ограда, ограда, которая говорится в притче, везде у нас есть ограда, это и у реки есть ограда, это берега, там у дерева есть ограда, это кора, мужской пол и женский. И вот дьявол очень старается стереть вот эти границы, вот эту ограду, которая дана нам Богом, стереть и сказать, что вы граждане мира, что нету никаких границ определенных, ни географических, ни границ стран, ни культурных, ни религиозных, все стирается, не половых границ. Вот все можно как бы стереть, но таким образом люди теряют сами себя и человеческий облик, потому что эти границы, они даны Богом самым изначально, тот же мужской пол и женский. Границы, например, рая, когда были даны, даже заповеди первые, от всякого древа можете вкушать, а древа познания добра и зла, если вкусьте, то смерть умрете, это тоже определенные границы. И вот помимо границ башня поставлена, это может быть символ храма, точила, место, где давит сок, может быть символы жертвенника, часто отцов, которые толкуют аллегорические тексты священного писания, во многом это Александрийская школа, Антиохийская, например, более буквальное толкование текстов. Так вот, часто можно встретить именно такие толкования. Но, тем не менее, главная мысль, она о том, что виноградари, они не давали плодов в нужное время. Мало того, они побивали, убивали посланных к ним. Сколько пророков было убито? Ведь пророка Михея побили там, пророка Исаию перепилили деревянной пилой, пророка Иеремию побили камнями. Иоанна Крестителя, недавно мы вспоминали усекновение главы, отрубили ему голову. Сам Господь пришел в этот мир, Сын Божий, его распяли на кресте. Вот именно об этом притча. Что происходит в сердцах человеческих? Ведь распяли его верующие люди, а это очень страшно, когда человек вроде бы верит и хочет служить Богу, но на самом деле вместо службы Богу он ему противится сознательно и ненавидит Богу. Когда появляется эта ненависть, это происходит незаметно. Вот о чем я хотел сегодня поговорить и поразмышлять, чтобы мы каждый заглянули в свое сердце, что незаметно, постепенно в нашем сердце происходят вот эти перемены, когда мы сначала по своей гордости начинаем роптать на Бога, когда мы начинаем противиться Ему, говорить о том, что мне вот это не надо, мне вот это не нравится. И вместо службы и жертвенной любви мы начинаем вставать в позу такого обиженного ребенка и требовать что-то, а потом, когда мы не получаем просимое, дьявол играет вот свою игру на этой вилке того, что он нам внушил, что мы этого заслужили и того, что есть на самом деле. То есть вот этот когнитивный диссонанс нашей какой-то мечты придуманной, вложенной, может быть, дьяволом, скорее всего, и реальности. И на этом фоне возникает недовольство. А вот когда есть недовольство Богом, когда есть ропот на Бога, вот тогда расплескивается все самое ценное, тогда человек не может принести плодов. И, к сожалению, тогда он постепенно выхолощивает, расплескивает все самое святое, что у него есть. И может из верующего превратиться в богоборство. Да упасет нас от этого Господь. И вот читая и размышляя над притчей сегодняшнего злых виноградов, помолимся, чтобы Господь нас от этого оградил, вразумил и просветил светом своей божественной истины.